Уважаемые коллеги, сегодня врачу реализовывать профессиональную потребность учиться стало намного проще. Цикл вебинаров для врачей первичного звена Ассоциации Сирано – это уникальная возможность для врача продолжить свое обучение, не выходя из дома. Вебинары летнего цикла проходят в одно и то же время, каждые субботу и воскресенье. 15.30. Курс «Избранные вопросы хирургии и урологии». Руководители направления – профессора Теодорович Олег Валентинович и Соколов Юрий Юрьевич. 16.30. Объединенный курс лекций по общей врачебной практике и курс мини-лекций по кардиологии. Кардиологика. Читаю. Профессор Стремоухов Анатолий Анатольевич и председатель Ассоциации Сирано Власова Надежда Леонидовна. 17.30. Начнется объединенный курс «Неврология для педиатров» и «Актуальные вопросы рефлексотерапии». Научные руководители – профессор Зыков Валерий Петрович и профессор Тян Виктория Николаевна. 18.30. Курс «Психиатрии». Совместно с кафедрами психиатрии и сексологии, а также детской психиатрии и психотерапии Российской Медицинской Академии непрерывного профессионального образования. Это еще не все. Несколько вебинаров о неонотологии и оториноларингологии пройдут по выходным в 14.30. Следите за расписанием, чтобы ничего не пропустить. Регистрация доступна на сайте www.edodefiscerano.ru До встречи! Глубоко уважаемые коллеги, в государственной системе подготовки медицинских кадров основное место занимает качество ее. Российская Медицинская Академия непрерывного профессионального образования заранее подготовила целую серию таких мероприятий, которые позволят более легко, комфортно практикующим врачам войти в новую систему профессионального допуска. Традиционным партнером Российской Медицинской Академии непрерывного профессионального образования в области организации образовательных мероприятий в системе НМО является Ассоциация врачей первичного звена «Сирано». Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателем, то эта программа для вас. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы продолжаем наши встречи на полях от иринолерингологии и сегодня я в очередной раз с удовольствием предоставляю слово профессору Никифорову Галине Николаевне. Здравствуйте! Ну, спасибо, Валерий Михайлович! Я бы хотела обсудить сегодня с нашими коллегами такую бездонную тему, безграничную тему, которая имеет очень много аспектов, ну, скажем так, дать ей концептуальное очертание. Это тема хронического танзелита. И я хочу напомнить, что сейчас идет государственная программа хронического танзелита по разработке и критериев диагностики и выявлению частоты заболеваемости. И эта государственная программа уже продолжается третий год. Галина, а чем, на Ваш взгляд, вызвана такая потребность в обсуждении проблемы хронического танзелита и в рамках национальной программы, и в рамках нашей сегодняшней встречи? Ну, я бы сказала, такой очень разный подход и разное понимание проблемы хронического танзелита. И в последнее время мы сталкиваемся с ситуацией, когда в одних, одни направления очень широко не рекламируют, а предлагают танзелоктомию одни медицинские учреждения. В других медицинских учреждениях, это зависит от школы, медицинская наоборот, частота танзелоктомии минимальная. И вот нужно как-то унифицировать это состояние, нужно унифицировать показания к танзелоктомии, нужно понимать, потому что, с одной стороны, это орган иммунной защиты, который нам нужен и без которого у нас могут развиться целая куча проблем, о которых мы даже не сразу поймем, что это связано именно с неадекватной, с ненужной танзелоктомией. А с другой стороны, если мы вовремя не удалим патологический очаг, когда есть показания, то это острая ревматическая лихорадка, это ревматические заболевания. Немножко попозже, видимо, обозначим еще эти сопряженные заболевания с хроническим танзелитом, с хроническим воспалением неблых миндалин. Но я бы здесь еще добавил бы в плане актуальности проблемы несколько слов сказал бы. Дело в том, что, скажем, за рубежом вот такая система консервативного введения больных хроническим танзелитом, она не развита. И именно в России, в Российской Федерации, в странах СНГ, имеющих общую практическую платформу по многим специальностям, в том числе и по ауторинной лилингологии, так вот, у нас имеется огромный арсенал различных методов именно консервативного лечения пациентов хроническим танзелитом. И частота тонзелитомии у нас, она, в общем-то, достаточно выдержана, скажем так, в отличие от иногда просто безудержного вала тонзелитомии, который мы наблюдали и наблюдаем в Соединенных Штатах, Великобритании. И, между прочим, наши западные коллеги сейчас пошли по пути урежения тонзелитомии, по пути разработки более жестких показаний к хирургическому лечению. Так что здесь опыт российской школы лилингологии, он, на мой взгляд, принципиален. Только вот наша задача сегодня напомнить друг другу именно о том, когда мы должны проводить уже операцию, и сомнений в этом нет, а когда мы еще можем вести пациента консервативным путем, консервативными методами. Да, но прежде всего хотелось бы еще упомянуть о том, что у нас в России используются две классификации хронического тонзелита. Одна классификация создана профессором Пульчуном Владимиром Тимофеевичем и профессором Преображенским Борисом Сергеевичем. Вторая классификация – это классификация академика Игоря Борисовича Солдатова «Самарская школа лилингологии». И первая классификация, в которой рассматривается хронический тонзелит – простая форма, хронический тонзелит – токсико-аллергическая форма, первой и второй стадии. И, в общем-то, в московском регионе эта классификация, она считается универсальной, и она очень помогает нам понять именно тактику ведения пациента, когда мы выставляем тот или иной диагноз. Ну, давай тогда уже обозначим эти принципы классификации Пульчуна Преображенского. Мы выделяем формы хронического тонзелита простая, токсико-аллергическая форма первой стадии и второй стадии. Да, или ТАФ-1, ТАФ-2, когда мы говорим на своем языке. В чем же разница между этими формами? Как должен наш уважаемый доктор понять, когда мы проводим консервативное лечение, а именно это простая форма, как, и, собственно, мы не идем на операцию при такой форме. При ТАФ-1 мы проводим пробные 1-2 курсы консервативного лечения, при отсутствии эффекта ставим вопрос об операции, и, наконец, при форме ТАФ-2, токсико-аллергической форме второй стадии, мы говорим исключительно о хирургическом лечении, о тонзелоктомии. Итак, как же отличаются эти формы между собой? Ну, простая форма по определению, если мы посмотрим с вами то или иное пособие по оториноларингологии, эта форма характеризуется наличием только местных признаков хронического тонзелита. Которые мы должны с вами поговорить, но, может быть, чуть позже, местные признаки тонзелита. Или мы можем сказать сейчас? Ну, собственно, мы можем сказать и сейчас. Давайте поговорим. Местными признаками хронического тонзелита являются утолщение и гиперемия краев передних нёбных дужек, это рубцовые спаечные изменения после воспалительных процессов между нёбными дужками и нёбной миндалиной, это большое количество казиозно-гнойного детрита в лакунах миндалин. Надо сказать, что единичные казиозные пробки – это физиологический феномен, это не проявление патологии, это нормальное состояние функционирования миндалин. Ещё раз подчеркну, единичные, которые эвакуируются без каких-либо проблем для пациента. А вот жидкий гной, содержащийся в лакунах миндалин, который добывается, собственно, так же, как и пробки, путём надавливания шпателем на такое скользящее движение на переднюю нёбную дужку, и при этом миндалина как бы вывихивается из мышечного ложа, и вот появление жидкого гноя или массовых пробок как раз является признаком, местным признаком хронического тонзелита. А ещё какие признаки? Ну, зачелюстной лимфоденид. То есть, когда мы можем прощупать, пропальпировать зачелюстные лимфоузлы, которые находятся позади угла нижней челюсти, это передняя поверхность, верхняя третья, кивательные мышцы. Это региональные лимфоузлы для нёмных миндалин, и, собственно говоря, они реагируют при хроническом тонзелите. Но тут хотелось бы обратить... Сейчас, я прошу прощения, вас перебью, и хотел ещё раз для наших уважаемых коллег-терапевтов, педиатров ещё раз это уточнить. Друзья, именно зачелюстные лимфатические узлы являются регионарными для миндалин нёбных. Именно они реагируют, именно они увеличиваются, иногда становятся болезненными. И никак не подчелюстные, не подбородочные, не околоушные, а именно зачелюстные по краю кивательной мышцы. Вот это очень важный признак, местный признак хронического тонзелита. Но, к сожалению, патогномоничного симптома хронического тонзелита нет. И диагноз мы ставим, когда у нас есть два или более местных признака хронического тонзелита. Итак, диагноз хронический тонзелит ставится на основании местных признаков, которые видит доктор. Да, и если у нас есть два и более местных признака хронического тонзелита, мы имеем право поставить этот диагноз. Но, конечно, если у нас нет соответствующего анамнеза, нет ангин рецидивирующих и других проявлений, я уж не говорю о сопряжённых заболеваниях, то мы выставляем простую форму. И в ряде случаев при наличии только местных признаков, небольшого количества местных признаков, никакого лечения не требуется. Это просто констатация факта хронический тонзелит. Я хотел бы уточнить этот момент. Он всегда вызывает определённую путаницу. Иногда, скажем так, аккуратнее вызывает путаницу у докторов. Ещё раз, коллеги, диагноз хронический тонзелит выставляется по местным признакам. А форма тонзелита, о которой мы сейчас с вами говорили, ещё продолжим разговор в этом плане, то есть форма простая ТАФ-1 или ТАФ-2, выставляется по другим признакам, по общим признакам хронического тонзелита, к которым относится периодичность ангин, наличие сопряжённых заболеваний и изменение по лабораторным показателям. Вот эти принципиальные моменты, которые говорят о форме тонзелита. Итак, есть местные признаки, которые свидетельствуют о наличии самого тонзелита, и есть общие признаки, говорящие о форме тонзелита. И вот, собственно, о простой форме Галина Николаевна сказала. Либо периодические ангины в анамнезе, либо отсутствие жалоб, но при этом имеются местные признаки и выставляется диагноз простая форма, не требующая лечения. Я правильно сказал? Или требующие консервативное лечение. Это при периодических ангинных хронов? Да, или если пациент обеспокоит большое количество пробок, они дают ему неприятный запах, неприятные ощущения. Ну, собственно говоря, просто профилактическое лечение хронического тонзелита в виде различных способов, оно вреда не принесёт. Коллеги, и, конечно, в лечении больных хроническим тонзелитом нам может очень неплохую помощь оказать капсула Олиосептил Несгорш. Это уникальный комплекс на основе натуральных эфирных масел. Мы о нём уже говорили, когда рассматривали лечение острых заболеваний, глотки и гортани. Несгорш участвует в обеззараживании и нормализации слизистой оболочки респираторного тракта как в полости носа, так и в глотке. И уникальная запатентованная технология капсул позволяет использовать эфирные масла в концентрированном виде, при этом оптимальную усвояемость и минимальное практически отсутствие раздражений респираторного и желудочно-кишечного тракта. Ну и, конечно, эти препараты обладают доказанной эффективностью в борьбе с наиболее устойчивыми распространёнными микробами. Состав олиосептилнесгорш мы уже рассматривали. Входит равенсара для облегчения раздражения слизистой оболочки глотки и гортани, эвкалипт, который обладает бактерицидным, то есть антимикробным, антивирусным действием молекулы. Его обладают эфирных масел. Кипарис традиционно используется как противоотечный антиинфекционный препарат. Розмарин. Его кислота демонстрирует противовоспалительное действие. Мелолеука пятижилковая в аромотерапии особенно рекомендуется использовать это растение. Его эфирные масла совместно с маслом равенсара и эвкалипта. Чайное дерево. Мы с вами хорошо помним его эффективность в поддержании гигиены полости рта. И, конечно, корица, которая входит в состав эфирных масел, которые известны в первую очередь своими антибактериальными свойствами. И мы с вами понимаем, что антимикробная эффективность эфирных масел является достаточно высокой. Вот на примере действия на золотистый стафилококк мы с вами видим, что в первые 10 часов она даже превышает таковую пенициллина, а потом сопоставима с пенициллином. Это очень высокая оценка. Если мы будем сравнивать возможные негативные явления системной и топической антибиотикотерапии и использование капсул с эфирными маслами, то, конечно, безопасность будет в пользу использования капсул олиосептил Несгорш. И для лиц с хроническим танзелитом более эффективным будет способ лечения в течение 15 дней использования по одной капсулу Несгорш. Причем повторять курс приема мы можем несколько раз в течение года, например, каждые 2 месяца. А я хочу напомнить, при острых заболеваниях обычно рекомендуется курс лечения в течение 5 дней по 3 капсулы в день. Таким образом, для лечения хронического танзелита использование вот таких вот капсул олиосептил Несгорш является одним из возможных терапевтических направлений при введении таких пациентов. И это еще один важный момент, который мне хотелось бы напомнить. Когда приходит пациент и говорит, у меня неприятный запах изо рта, у меня пробки в небных миндалинах, удаляйте мне миндалин. Если у пациента больше ничего нет и нет частых ангин, наличие пробок – это не показание к тонзелоктомии. Отсутствие сопряженных заболеваний или лабораторных изменений и только пробки, я еще раз этот момент подчеркиваю, это не показание к тонзелоктомии. Тогда что же из себя представляет ТАФ-1 или ТАФ-2? Ну, собственно говоря, вообще токсико-аллергическая реакция организма говорит о том, что процесс уже вышел из местного, из фарингологического процесса. Это уже проблема всего организма, когда миндалины оказывают свое негативное влияние на наши многие органы и системы. Ну, прежде признаком токсико-аллергической формы прежде всего являются частые ангины. Причем два раза в год – это уже частые ангины. Я бы даже сказала, очень частые. В ряде случаев один раз в год ангина, ежегодная ангина, мы уже ставим вопрос о том, что эта ситуация требует нашего внимания. И еще один момент, который мне хотелось бы уточнить и напомнить. Иногда мы слышим такой термин – обострение хронического танзелита. Так вот, обострение хронического танзелита – это и есть ангина. Обострение – это острый процесс. А острый процесс применительно к миндалинам – это есть ангина. Да, но мы можем столкнуться с ситуацией, когда к нам приходит пациент, чувствует себя последнее время хуже, у него слабость, иногда бывает субфибрилитет, мы смотрим в глотку, а там усилились местные признаки хронического танзелита. Но, несмотря на то, что у больного вроде бы ухудшение, это течение хронического танзелита, а его обострение. Галина, ухудшение в виде чего? В виде ухудшения общего самочувствия и усиления местных проявлений. Но при этом во время осмотра у него острого процесса нет. Острого нет. Еще раз, вот это важно. Острый процесс со всеми признаками – это ангина. А все остальное – это течение хронического танзелита, которое может нарастать по своей клинике, а может иметь стабильное состояние. Итак, ТАФ-1 – это частота ангин. А что с лабораторными показателями? Мы четко здесь можем видеть две ситуации. Лабораторные показатели не изменены, а они могут быть измененными. Но при ТАФ-1 мы проводим консервативное лечение, и на этом фоне лабораторные показатели нормализуются. Вот нормализация лабораторных данных свидетельствует о том, что это именно ТАФ-1. Потому что если нормализации нет, цифры остаются повышенными даже при консервативном лечении. Мы говорим о ТАФ-2. И, собственно, сейчас в нашем разговоре мы переходим к этой форме хронического танзелита, это токско-аллергическая форма-2. Что это такое? Да, это кроме частых ангин, рецидивирующих ангин, это еще и изменение общего состояния, это развитие сопряженных метатанзелярных заболеваний. И надо их сразу перечислить. Да, это такие, как острая ревматическая лихорадка, гломеролонефрит, ну и целый ряд. Заболевания суставов в виде артритных изменений. Да. Мы говорим о рецидирующей иногда рожей, друзья. И при наличии хронического танзелита, рецидирующей рожи, общий этиологический фактор, пиогенный стриптококк. Мы говорим иногда об аутоиммунном тиреоидите. И у пациента с аутоиммунным тиреоидитом на фоне хронического танзелита тиреоидит – это сопряженное заболевание. Так что это не только артрит, это не только заболевание сердца, это не только заболевание почек, это еще целый набор других заболеваний, которые относятся по своему этиологическому фактору, по своему патогенезу к общности хронического воспаления небных миндалин. И вот тут уже речь идет об удалении миндалин, потому что тот вред, который они наносят организму, являясь патологическим очагом, он более выраженный, чем та польза, которую они могли бы принести. То есть миндалины уже функционируют не совсем так, как нам нужно. И альтернативы танзелоктомии, к сожалению, нет. Если есть показания к танзелоктомии, ни один способ ее не заменяет. Мы можем не делать, не выполнять эту операцию только в случае наличия противопоказаний. Каких, например? Ну, например, со стороны общего статуса, когда пациент, либо у него проблема с системой крови, либо общее тяжелое состояние и риск от операции, от осложнений во время операции, он превышает пользу от танзелоктомии. О конкретных методах консервативного лечения, хирургического лечения мы поговорим в следующий раз. А сейчас, подводя итог этой очень, на наш взгляд, бурной беседе, еще раз хотели бы подчеркнуть этот момент. Итак, простая форма хронического танзелита подразумевает только консервативное лечение. ТАФ-2 – это однозначно операция, тонзелоктомия. А ТАФ-1 – мы проводим пробные курсы лечения, скажем, 2-3 курса лечения в год, и дальше оцениваем ситуацию. Если у нас происходит нормализация жалоб и нормализация лабораторных показателей, то мы продолжаем консервативно вести этого пациента. При отсутствии таких положительных изменений мы рекомендуем тонзелоктомию. Но мы еще об одном моменте не сказали. Мы не сказали о классификации хронического танзелита по Академику Солдатову, которая говорит о том, что... А говорит о чем говорит? Игорь Париж Солдатов за основу своей классификации взял классификацию профессора Луковского, которая была известна еще с довоенных времен прошлого века. И она предполагала наличие трех форм хронического тонзелита. Игорь Борисович оставил две формы, компенсированная и декомпенсированная. Субкомпенсированная в классификации Игоря Борисовича Солдатова нет. И, собственно говоря, декомпенсированная – это показания к тонзелоктомии, если мы ставим такой диагноз. Компенсированная форма – это консервативное лечение, хотя при компенсированной форме по данной классификации рассматривается хирургическое лечение в случае неэффективности нескольких курсов консервативного лечения и при сохранении одной-двух ангин-бананной. Ну, я бы сказал так, что классификация Солдатова она более радикальна по своему взгляду. Более конкретно либо черная, либо белая. Либо, ну, наверное, к лечению так нельзя эту фразу отнести – черная и белая. Там везде белая, да? Везде помогаем пациенту. Но более конкретно. Либо консервативное лечение, либо операция. И очень распространена эта классификация от Поволжья и туда дальше, на Дальний Восток. Как-то так по географическому признаку эти классификации распределились в нашей жизни. Посмотрим, может быть, наши объединительные съезды, конференции, которые в ближайшее время, в постковидную эпоху, мы надеемся, будут проведены. Эти классификации объединят. Посмотрим. Ну что, до новых встреч, уважаемые коллеги. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok